Ирвин Джордан Сюзи зашла в автобус и села рядом с Колин. «Представляешь, Ирвин уже сегодня придет в школу!» – прошептала Колин. «Сегодня?» – Сюзи округлила глаза. «Он же должен был приехать на следующей неделе!» Колин покачала головой. «Дельфайн говорит, что он уже приехал. Ей папа об этом сказал». «Надеюсь, Ирвин порядочный мальчишка!» – пробормотала Сюзи. Колин не расслышала сказанного, но, посмотрев Сюзи в глаза, догадалась, что та могла сказать. «Если мы сами проявим дружелюбие, то все будет хорошо!» – убежденно сказала Колин. Сюзи только хмыкнула, и разговор на этом закончился. «Это, наверное, самая старая школа во всем мире!» – услышала Колин громкий голос, поднимаясь по ступенькам следом за Сюзи. Зайдя в класс, они увидели незнакомого мальчика. «Я учился в новой школе, а этой хибаре точно не меньше ста лет!» – горячился новичок. Его непослушные рыжеватые волосы напоминали сток сена. Широко расставив ноги, он начал раскачиваться так, что доски под ним жалобно заскрипели. «Что за скрипящая ветхость!» – загоготал он. И вдруг увидел Колин. «О, у тебя слуховой аппарат? У моей бабушки тоже есть такой. Но я никогда не видел его у девочек. Ты что-нибудь слышишь?» Колин растерянно улыбнулась, глядя на веснущатое круглое лицо, на котором отобразилось ни то восхищение, ни то презрение. Она не успела ничего сказать новичку в ответ, как рядом появилась Сюзи. «Колин – замечательная девочка, понял?» – заявила она. К Кельвину подошел брат Мейнард. Колин не слышала, что он сказал, но ей это было и неинтересно. Она повесила куртку на крючок и села за парту. «Никогда не думала, что из всех моих друзей именно Сюзи будет меня защищать», – удивлялась Колин, раскладывая книги и тетради. Несмотря на неблагополучное начало, занятия в школе прошли спокойно. Учитель представил новичка всему классу и объявил, что его зовут Ирвин Джордан, и ему 13 лет. Он еще не знаком с распорядком в их школе и не знает их учебников, потому что учился по другой программе. Брат Мейнард напомнил, что все должны исполнять золотое правило и по возможности помогать новому ученику скорее освоиться в новой среде. Колин посмотрела на покрасневшего Ирвина. Он сидел, подперев щеку рукой. «Мне было бы нелегко на его месте», – думала она. «Перейти в другую школу – это непросто. Похоже, не только наши порядки, но и мы сами кажемся ему странными». Дельфайн говорила, что он почти не общался с верующими. «Ладно, хотя он и не высокого мнения о людях со слуховыми аппаратами, все же постараюсь быть с ним приветливой». После ужина Колин направилась в гостиную, где семья собралась для чтения Библии и молитвы. Сначала спели несколько песен. Потом отец открыл Библию на том месте, где лежала закладка. «Арнольд, с какого стиха мы должны сегодня читать?» «Послание к кремлянам, 9 глава, 18 стих. Вчера мы остановились на 17-м», – уверенно ответил мальчик. Колин улыбнулась. «Брат всегда отлично помнил главы и стихи, а она порой забывала. Сегодня будем читать по очереди», – объявил отец. «Начнем с мамы». Когда глава была прочитана, папа спросил. «Дорис, в каком стихе сказано, что мы должны быть довольны тем, что Бог сотворил нас именно такими?» Дорис пробежала глазами по прочитанному отрывку. «В 20-м?» – неуверенно ответила она. «Молодец, правильно. Брэндон, прочитай еще раз 20-й стих». «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал?» «Хорошо, теперь посмотрим на 21-й стих. Кто является горшечником?» «Бог», – ответила Колин. «Правильно», – сказал папа. «Горшечник вправе сделать сосуд, какой ему нужен. Он может изготовить простой кувшин для воды или же узорчатую вазу для цветов. Сосуду не пристало жаловаться, что он сделан не таким, как ему хотелось бы». Дорис хихикнула. «Это значит», – продолжал отец, – «что мы не имеем права жаловаться на то, что у нас не тот цвет волос, или мы не можем петь так же хорошо, как наш друг или подруга, что мы не такие высокие, какими бы хотели быть». «Или не можем хорошо слышать, как другие», – добавила про себя Колин. «Помните об этом, дети, чтобы быть послушной глиной в руках великого горшечника. Будем радоваться тому, что он делает в нашей жизни, и за все благодарить его. Давайте сейчас встанем на колени и помолимся об этом». «Быть послушной глиной. Радоваться тому, что Бог делает в нашей жизни», – Колин снова и снова повторяла про себя слова отца. «Значит, я не должна жаловаться на то, что плохо слышу». «Но это так тяжело». Глубоко вздохнув, она мысленно обратилась к Богу. «Господи, помоги мне не роптать». После молитвы Колин пошла на кухню. Она молча помогла матери убрать со стола, молча вымыла посуду. Когда все было прибрано, Колин пожелала маме спокойной ночи и поднялась в спальню. Как обычно, она открыла Библию, чтобы почитать перед сном. В этот раз она должна читать четвертую главу книги «Исход». Она пыталась сосредоточиться на тексте, но ее мысли снова и снова возвращались в школу. Глазами она уже дочитала до одиннадцатого стиха и вдруг встрепенулась. Даже не думала, что в Библии есть слово «глухой». Она бегло перечитала предыдущие стихи. «Ах да, это история о том, как Бог говорил с Моисеем из горящего куста». «Кто делает немым или глухим, или зрячим или слепым, не я ли Господь?» Она снова и снова перечитывала эти слова. «Бог делает глухим». «Это Он распорядился, чтобы я плохо слышала». «Но почему, Боже, почему?» Бог разгневался на Моисея за то, что он не хотел выполнить его поручение. «Не гневается ли Бог и на меня за то, что я недовольна своим плохим слухом?» «Горшечник вправе сделать сосуд, какой ему нужен», – вспомнила она слова отца. «Должно быть, Бог желает, чтобы я усвоила этот урок. Ведь это Он сделал меня такой, какая я есть». Колин закрыла Библию и опустилась на колени возле кровати. «Боже», – молилась она, – «мне очень трудно из-за того, что я плохо слышу. Помоги мне быть послушной глиной, чтобы из меня получился хороший сосуд. Помоги мне не роптать, не завидовать, не обижаться». Она вытерла слезы и легла под одеяло рядом скрепка спящей Дорис. На следующее утро первое, о чем вспомнила Колин, было ее вчерашнее открытие. «Такой, какая я есть, меня создал Бог. Как же мне научиться не роптать из-за своего недостатка? Мне ведь хочется все слышать и быть как все. Я не хочу, чтобы обо мне думали так, как я думала о Руфе». Расчесываясь, Колин безуспешно пыталась найти ответ на свой вопрос. Она продолжала думать об этом и тогда, когда вместе с мамой готовила школьникам обед. «Как же зовут вашего новичка?» – спросила мама, заворачивая бутерброды в пленку. «Ирвин?» «Как прошел его первый день в школе?» Колин закрыла коробку с фруктами. «Он показался мне очень своевольным. Может, он изменится, когда лучше познакомиться с нами. А еще ему не нравятся слуховые аппараты». «Почему ты так думаешь?» Он с издевкой сказал, что у его бабушки тоже есть слуховой аппарат, но он никогда не видел его у ровесников. «Тебя это задело?» «Немного. Мне тяжело думать о том, что я всегда буду такой, что мой слух никогда не улучшится. Я навсегда, навсегда останусь такой. Мне этого не хочется. Но я должна смириться с этим. Как же это непросто!» «Да, непросто, — понимающий повторила мама. Есть множество обстоятельств в жизни, которые необходимо принимать как Божью волю. Главное, каждый раз, когда возникает обида или недовольство, напоминать себе о том, что все обстоятельства в нашей жизни допускает Господь. «Тебе придется всю жизнь мириться с потерей слуха. Иногда это будет легко, иногда очень трудно. Однако никогда не забывай, что это Божья воля для тебя. Не жалей себя. Вспоминай Божье благословение. Пой, молись. Делай все, чтобы преодолеть испытание. И иди вперед!» Колин закрыла контейнеры с обедом, и в это время на кухню зашел сонный Даллас, прижимая к груди плюшевого медвежонка. Колин взяла братишку на руки и присела в кресло-качалку, вспоминай Божье благословение. «Я благодарна Богу за такого хорошенького братика», — думала Колин, нежно прижимая к себе Далласа. «Как говорила тетя Ханна, чтобы испытывать радость, нужно помогать ближним». С Далласом на руках Колин зашла в детскую. «Я одену его», — сказала она матери, надевавшей на Люси колготки. «Хорошо, помоги ему, а то уже пора завтракать». В это утро Колин с радостным сердцем зашла в школьный автобус. Как обычно, рядом с ней села Сьюзи. «Ты сегодня выглядишь усталой», — заметила Колин. Сьюзи вздохнула. У мамы обострился артрит, и она ничего не может делать. «Вчера я допоздна стирала, а сегодня утром мне пришлось причесывать ее». «Да ты что?» — удивилась Колин. «Я не знала, что это такая страшная болезнь. У тебя дома много работы?» Сьюзи пожала плечами. «Я уже привыкла. Когда маме лучше, она сама управляется по хозяйству». «Наверное, и к таким обстоятельствам тоже нужно относиться, как к Божьей воле», — пробормотала Колин. «Что ты сказала?» — переспросила Сьюзи, растирая замерзшие руки. «Не знаю, как это объяснить», — смущенно улыбнулась Колин, глядя в окно. «А ты попробуй». «Я сказала, что к этому нужно относиться как к Божьей воле. Мне, например, тяжело смириться с тем, что я плохо слышу. Я подумала, что твоей маме тоже нелегко согласиться с тем, что страдания в ее жизни допускает Бог, и тебе трудно, когда приходится много работать». Сьюзи съежилась и промолчала. «Все это тоже надо научиться принимать, как к Божью волю», — задумчиво сказала Колин, когда автобус уже подъезжал к школе. Сьюзи дружески улыбнулась Колин, выскочила из автобуса и побежала по тропинке, ведущей к крыльцу. От ее взгляда у Колин потеплело на сердце. «Она хорошая подружка, и за это мне тоже нужно благодарить Бога». Она глухая. Воскресенье утром Дорис аккуратно заправила кровать, поставила тапочки Колин на обувную полку и повесила халаты в шкаф. Расчесываясь перед зеркалом, Колин наблюдала, как сестра наводит порядок в комнате. «Ты хочешь, чтобы у нас сегодня было красиво?» — спросила она. Дорис весело засмеялась. Она подвинула лампу на середину столика, бросила мятую салфетку в корзину, взяла с полки Библию и, окинув придирчивым взглядом комнату, быстро вышла в коридор. Колин уже почти заплела две косы, когда в дверь постучал отец. «Время ехать!» Она взяла Библию и вышла из комнаты. Перед тем, как спуститься в подвал на урок воскресной школы, Колин неожиданно увидела тетю Ханну, а рядом с ней Руф Бейерс. Колин подождала Руф в вестибюле. «Ты приехала к нам на обед?» — спросила она беззвучно, шевеля губами. Руф кивнула. «С днем рождения!» — произнесла она в ответ тоже беззвучно. Колин обдало жаром. «Это настоящий сюрприз!» После собрания девочки обступили Руф. Колин с удовольствием наблюдала за их оживленным разговором. Стоящая рядом с Колин сестра Маргарет тоже решила подойти к Руфе и поприветствовать ее. «Она глухая!» — шепотом предупредила Сюзи. «Ах!» — отпрянула Маргарет. «Ладно, вы сами пообщайтесь с ней. Я не знаю, о чем говорить с глухим человеком». Колин ошеломленно смотрела, как сестра Маргарет вышла на улицу. «Извини!» — прошептала Сюзи. «Я не хотела напугать ее!» «Ты не виновата!» — мотнула головой Колин. «Хорошо, что Руф этого не видела!» Сюзи кивнула. Подошла Дорис. Папа сказал, что уже пора ехать. «Пока!» — Колин посмотрела на Сюзи. «Не переживай о случившемся!» Затем она помахала Руфе. «Скоро увидимся!» И побежала к машине. После обеда Колин и Руф пошли в сарай. Они взяли по морской свинке и уселись на соломенных тюках друг напротив друга. Им никто не мешал, и они свободно разговаривали и вслух, и беззвучно, шевеля губами и жестикулируя. «У вас здесь приятные девочки!» — сказала Руф. Колин ничего не ответила. Ей было стыдно признаться, что она сама только недавно это поняла. «Мне нравится, когда люди разговаривают со мной!» — снова заговорила Руф. «Правда, им приходится говорить громко и иногда повторять по нескольку раз, но я рада, что они стараются хоть как-то пообщаться со мной!» Колин вспомнила сестру Маргарет, и ее сердце сжалось. «Нет, не буду рассказывать об этом Руфе», — решила она и сказала. «Ты очень смелая. Когда девочки, разговаривая со мной, нервничают, мне тоже становится не по себе, и разговора не получается. Я просто смеюсь в таких случаях!» Руф засмеялась своим особенным смехом. «Да, у тебя это получается!» — улыбнулась Колин. «Мне кажется, что это хорошо помогает тебе. А я в таких случаях не могу смеяться!» Смех не всегда разрешает мои проблемы. Незадолго до того, как папа купил мне аппарат с антеннами, у меня был такой же, как у тебя. Однажды я пошла на выпускной вечер нашей библейской школы. Вокруг было много незнакомых девочек, и одна из них что-то очень быстро спросила у меня. Ей пришлось повторить свой вопрос четыре раза, так что нам обеим уже было не по себе. «Хорошо, что в это время мимо проходила моя подруга. Она ответила вместо меня, но после этого мы с той девочкой просто разошлись!» Колин сочувственно кивнула. «Есть разные люди!» — продолжала Руф. «Некоторые хорошо относятся к таким, как мы, а другие не очень. Мама говорит, что общаться со мной будет легче, если я спокойнее буду относиться к своей проблеме», — сказала Колин, поглаживая морскую свинку. «Конечно, давать советы легко, но…» Руф перебила ее, энергично заговорив жестами. «Но когда находишься среди людей, которые быстро разговаривают между собой, а ты ничего не успеваешь понять, то чувствуешь себя отсталой». «Вот именно, когда все смеются, а ты не понимаешь причины, это ужасно. Глупо смеяться, когда не знаешь, почему вокруг тебя смеются. Но если не будешь смеяться, тебя могут посчитать гордой. А постоянно переспрашивать неудобно». «Даже мой смех в таких случаях с трудом срабатывает», — засмеялась Руф. «Но наша жизнь, похоже, всегда будет такой», — продолжила она серьезно. «Мы не должны думать об этих неприятностях. Нам надо просто научиться не принимать их близко к сердцу». «Иногда это не так просто сделать», — с грустью призналась Колин. «Да», — согласилась Руф. «Знаешь, я поняла, что мне лучше держаться подальше от тех, кто разговаривает группами». «А это возможно?» — удивилась Колин. «Ведь обычно и в церкви, и в школе, и даже дома все разговаривают по несколько человек. Дома мы уже привыкли друг к другу. И если нет гостей, у меня нет особых трудностей». «В школе мы общаемся в основном в обеденное время. На переменах я всегда играю, так что много говорить не приходится. Конечно, бывают трудности, но я всегда стараюсь найти выход из положения. «Самое легкое — в церкви. Там всегда найдется тот, кто стоит или сидит одиноко. Я стараюсь первая заговорить с таким человеком. Общение приносит мне радость. И тогда у меня просто нет причин жалеть себя». Колин хмыкнула. «А если этот человек не захочет разговаривать с инвалидом, что тогда?» «Мама говорит, что тот, кто пренебрегает нами, находится в худшем положении, потому что имеет уже не физический, а духовный изъян. Мне жаль таких людей. Если разговор не получается, я ищу общение с кем-то другим. Знаешь, всегда можно пообщаться с детьми. Даже те, кто еще не могут поддерживать разговор, могут смеяться вместе с тобой». «Мне даже страшно подумать, что надо первой начинать общение», — призналась Колин. «Но я понимаю, что этого не избежать, и надо приложить старания». Колин вздохнула. «И я постараюсь. Я на самом деле буду стараться». «Не всегда будет легко, но ты не сдавайся», — искренне пожелала ей Руфь. Девочки посадили морских свинок в клетку и направились к дому мимо цветущей сирени. После ужина тетя Ханна и Руфь поехали домой. «Тебе понравился наш сюрприз?» — спросила Дорис, как только за ними закрылась дверь. «Конечно», — воскрикнула Колин. «Я даже не подозревала о нем. Вы умеете хранить тайны». Дорис присела на краешек дивана и, накручивая волосы на палец, широко улыбнулась. «Я боялась, что ты догадаешься, глядя на мою уборку в комнате», — призналась она. «Нет, я даже не подумала об этом, пока не увидела на собрании тетю Ханну и Руфь. Это был прекрасный сюрприз». Вечером Колин долго не могла заснуть. «Я никогда не узнаю, почему Бог допустил в моей жизни то, что я стала почти глухой», — размышляла она, укрывшись одеялом. «Надо просто согласиться с тем, что он сделал это, любя меня. Надо перестать жалеть себя». «Удивительно, какими приятными стали девочки с тех пор, как я начала принимать себя такой, какая я есть. Ко мне хорошо относится Дельфайн, а Сюзи... Как сильно у нас изменились отношения. Может, она тоже меняется? Как приятно считать их своими друзьями». В понедельник утром, выйдя из школьного автобуса, Колин вновь столкнулась с Ирвином. Он остановился перед ней точно так, как при первой встрече. Затаив дыхание, она приготовилась ко всяким неожиданностям. Краем глаза она заметила, что Сюзи тоже остановилась. Это ее обрадовало, так как Сюзи могла справиться почти с любой проблемой. «Что это за девочка была вчера в церкви?» — спросил Ирвин. Колин вздрогнула от грубого голоса, однако она заметила искренность в его глазах. «Возможно, он только кажется хуже, чем есть на самом деле», — успела подумать она. «Ее зовут Руф Бейерс», — ответила Сюзи. Ирвин удивленно отступил, не отрывая взгляда от собеседницы. «А что это за антенны на ее слуховом аппарате? Они похожи на молниотводы», — усмехнулся он. «Они помогают ей лучше улавливать звуки». «Смелая девочка», — восхищенно произнес Ирвин, — «я бы точно не смог такое носить». Он передернул плечами и вдруг оживленно спросил. «А почему у тебя нет антенн? Ты ведь тоже плохо слышишь?» Она с облегчением вздохнула, заметив, что к ним направляется брат Мейнард. «Колин может слышать», — сказал он, положив руку Ирвину на плечо. «Я лучше слышу, чем Руф. Мне хватает простого слухового аппарата». «Это должно быть тяжело. Мне трудно представить себя на твоем месте». Втянув голову в плечи, Ирвин направился за учителем в класс. «Он похож на бабушку, которая жалеет малыша, прищемившего палец», — недовольно пробормотала Сюзи. Колин тихо рассмеялась. «Сюзи, не говори так. Мне кажется, его что-то тронуло. Может, он изменится?» Сюзи недоверчиво фыркнула. Потом она вдруг остановилась и как-то странно посмотрела на Колин. «Я во многом была похожа на него», — тихо сказала она. «Да, возможно, и он сможет измениться». Ее лицо залилось краской, и она быстро пошла в класс. Когда они ехали из школы домой, Колин открыла окно. «Кажется, что сейчас середина июля, а не начало мая». Сюзи кивнула, обмахиваясь тетрадкой. «Похоже, будет гроза», — проговорил Брэндон. «На небе нет ни одного грозового облачка», — вздохнула Сюзи. Вечером, вернувшись от дедушки Абрама, Брэндон сообщил, что на западе собираются грозовые тучи. Мама отодвинула занавеску и с тревогой выглянула в окошко. «Сейчас не по сезону душно. Хоть бы все обошлось благополучно». «Я слышал, что вечером ожидается сильная гроза», — сказал отец, поднимаясь из подвала. «На западе были смерчи». «Как интересно», — сказал Арнольд. «Не надо, это страшно», — заявила Дорис, накрывая на стол. «Мне не нравятся грозы». «Ты разве не знаешь, что при сильной грозе ветер может вырывать с корнями большие деревья и срывать крыши с домов?» — спросил Брэндон, младшего брата. «Знаю», — неуверенно ответил Арнольд. «Но мне все равно интересно посмотреть на сильную грозу». «Да, это интересно», — сказал папа, «но лучше обойтись без подобных событий. Давайте помолимся и будем ужинать». «Папа, ты в самом деле думаешь, что будет сильная гроза?» — тревожно спросила Колин. «Не переживай, Господь сохранит нас», — спокойно ответил отец. Они уже заканчивали ужинать, как вдруг подул сильный порывистый ветер, и по крыше дома застучали крупные капли дождя. «Надо закрыть окна в спальне», — вскочила мама. Брэндон и Колин помчались на второй этаж. «Льет, как из ведра», — закричал Арнольд, стараясь перекричать шум ливня и громовые раскаты. «Я даже не вижу наш сарай». Минут через десять гроза закончилась. «Ну что, тебе было интересно?» — спросил папа, взъерошив волосы на голове Арнольда. «Да, хотя это была не очень сильная гроза». «Хорошо, что не очень сильная», — прошептала Дорис. «А в той стороне, где живут дедушка с бабушкой, небо очень темное», — с тревогой сказал отец. «У них, видна, гроза сильнее». «Колин, Дорис, давайте убирать со стола», — позвала мама. «Будем надеяться, что милосердный Бог сохранит наших родных от всякого зла». Через короткое время раздался звонок от дяди Калвина. Он сообщил, что у них прошла сильная гроза. Ветер сорвал часть крыши с сарая и сломал дерево, что росло между их домом и домом тети Ханны. «Он просит, чтобы мы помогли им все убрать», — сказал папа. «Я пообещал, что мы завтра приедем». «Здорово», — обрадовалась Колин. «Это будет интереснее, чем обычная уборка». Совет Руфи действует. Семья дяди Калвина тоже приехала к дедушке Абраму на помощь. Девочки собирали ветки и мусор, вспоминая о вчерашней стихии. «У вас разве не было вчера грозы?» — спросила Колин у Джинни. «Была, но большого вреда не принесла. Только на старом амбаре сорвала лист жести». «Хорошо, что сегодня суббота, иначе мы не смогли бы приехать на помощь». Дорис потащила в конец двора целую охапку веток. Тишину свежего утра нарушил визг бензопилы. Герберт, старший брат Джинни, принялся распиливать упавшее дерево. «Для нас пока нет работы!» — крикнула Джинни, стараясь перекричать шум. «Пойдем к тете Ханне!» — предложила Колин. Девочки быстро убрали во дворе у тети и вернулись к спеленному дереву. Во время обеда двоюродные братья и сестры говорили без умолку. Колин поняла, что речь идет о вчерашней грозе. Сначала она следила за разговором, переспрашивая Дорис о том, что не расслышала. Но, заметив, что сестре это не нравится, незаметно ушла в гостиную. В гостиной было прохладно и тихо. Колин взяла книгу и забралась в кресло. На душе у нее было пусто и одиноко. Где-то в глубине ее сердца затаилось недовольство, но она старалась не думать о нем. Колин погрузилась в чтение и скоро забыла обо всем на свете. «Ах, вот ты где!» Вдруг заскочила в комнату Джинни. «Мы с Дорис искали тебя!» «Ну вот я!» Не обращая внимания на угрюмость сестры, Дорис затороторила. «Папа разрешил нам подняться на гору. Ты пойдешь?» Колин пожала плечами. Книга казалась ей интереснее, чем путешествие. Правда, она знала конец рассказа, так как читала его уже четвертый раз. «А кто еще идет?» Спросила Колин, подумав. «Если я и пойду, все равно ничего не услышу. Хотя подняться на гору было бы интересно. А что скажет тетя Ханна, если увидит, что я осталась?» Она нехотя закрыла книгу и переспросила. «Так кто идет в этот поход?» «Герберт, Даглас, Брэндон, Джинни, я и Питер, если дядя Калвин его отпустит». «Хорошо, я иду». Колин положила книгу на место, и они вышли в одновременно. Мальчики уже ждали их. «Ты тоже идешь, Питер?» Спросила Джинни. «Конечно». «Вы должны вернуться к четырем часам», сказал отец, глядя на часы. «Не отходите далеко друг от друга. Поднимайтесь прямо вверх, и этим же путем возвращайтесь. Будьте осторожны, там может быть бурелом. Желаю приятной прогулки». Он помахал детям рукой и направился к сараю, где мужчины ремонтировали крышу. Колин торопливо пошла вслед за братьями и сестрами. Ей не хотелось, чтобы кто-то подумал, что она не хочет быть вместе со всеми. Тем не менее, она не спешила догонять их. «Я все равно ничего не понимаю, что они стрекочут», бормотала она, переходя дорогу. Когда она проходила мимо дома тети Ханны, ей вспомнились слова. «Не жалей себя, не прячься за книгой, делай что-то для других». В следующий момент Колин вздрогнула, словно ее укусила оса. «Руф, она ни за что не пряталась бы за книгой от своих двоюродных братьев и сестер. Она просто смеялась бы. Я тоже старалась смеяться в гостиной, но это не помогло». Колин с досадой пнула камень. Она посмотрела вверх на тропу и заметила, что Питер отстал, однако продолжал мужественно идти вперед. «Руф говорила, что избегает разговоров по группам», вспомнила Колин. «А что она сделала бы сейчас? Нашла бы того, кто нуждается в помощи. Но кому нужен такой друг, как я?» Колин обошла валун и снова посмотрела вверх. Мальчики уже скрылись из виду. Дорис и Джинни шли бодро, а Питер устала и одиноко тащился позади всех. «Ему нужен друг», — оживилась Колин. «Девочки, скорее всего, не хотят, чтобы за ними плелся этот малыш». Питер оглянулся, услышав чьи-то шаги. Это Колин догоняла его. В его печальных глазах сверкнула радость. «Откуда ты взялась?» Он устало присел на валун. «Оттуда, откуда и ты!» Тяжело дыша, она села рядом. «Мне очень нравится запах леса», — сказала девочка, рассматривая деревья вокруг. «Ой, смотри, белочка! Видишь?» Питер повернулся в том направлении, куда показывала Колин. «Где?» «Она уже спряталась за деревом. Подожди, она скоро появится, чтобы посмотреть на нас». «Я вижу ее, вижу!» Восторженно закричал мальчик. «Эх, она снова убежала!» Колин от души улыбнулась. «Пойдем дальше, я уже отдохнула. Мне хочется дойти до вершины. Я никогда раньше там не был». «Хорошо. Тогда нам нужно поторопиться. Мы ведь должны к четырем вернуться. Как ты думаешь, мы сможем идти быстрее?» «Я постараюсь», — мужественно заявил Питер. «Только не так быстро, как наши мальчики». Колин засмеялась. «Я тоже так не могу». По дороге они почти не разговаривали. Питер хотя и пыхтел, но упрямо шел вперед. Вскоре они добрались до вершины. «Это высокая гора, Колин», — спросил Питер, упав на землю от усталости. «Нет. Если поставить ее возле самой высокой горы, она будет похожа на маленький холмик». «Посмотри на этот мох», — сказал Питер. «Он такой пушистый». Колин взяла мох из его рук. «Да, он приятный на ощупь. Как прекрасно все, что сотворил Бог». «Посмотри вон на тот камень», — Питер протянул руку вперед. «Он похож на утку, правда?» «Правда», — ответила Колин. «Ты когда-нибудь видела живого медведя?» — внезапно спросил Питер. «Нет, ни разу. И мне бы не хотелось сейчас встретиться с этим зверем». Колин встала. «Нам пора отправляться домой. Интересно, где наши девочки?» «Минуту назад я слышал, как они взвизгнули. Может, они увидели медвежат?» — спросил Питер с таким серьезным выражением лица, что Колин чуть не рассмеялась. «Надеюсь, я тоже когда-нибудь встречу медведя», — добавил он весело. «Вот я слышу смех Джинни». Он вскочил, сложил руки рупором и закричал. «Джинни, Джинни, пора спускаться!» Через минуту из-за валуна выскочили девочки. «А где мальчики?» «Не знаю», — пожал плечами Питер. «Наверное, спускаются вниз по другой дорожке». «Они думают, что этот спуск слишком легкий», — усмехнулась Колин. Все четверо побежали вниз по тропе. Вскоре Джинни и Дорис были далеко впереди. Колин старалась держаться рядом с Питером. Они бежали до тех пор, пока он не начал задыхаться. Тогда Колин перешла на шаг. Джинни и Дорис уже исчезли из виду. «Не надо так сильно спешить», — сказала Колин. «Девочки своим визгом и топотом скоро разгонят всех животных и птиц. Давай посмотрим, не растут ли вдоль этой тропинки какие-нибудь необычные растения». «Тетя Ханна знает много интересного о животных и растениях», — сказал Питер. «Она, наверное, часто ходит по этому лесу». «Тебе нравятся растения?» — спросила Колин. «Когда ты станешь таким большим, как Герберт, ты будешь знать намного больше о живой природе, чем я». «Ты думаешь, что я стану таким же высоким, как Герберт?» — недоверчиво спросил Питер. «Конечно, он же твой брат». «Я скажу тебе один секрет. В альбоме тети Ханны есть фотография Герберта, когда он был в твоем возрасте. Он был такой же полненький и кругленький». Питер засмеялся. «Посмотри, как интересно закручены верхушки этих листьев». Колин присела на корточке. «По-моему, это папоротник. По крайней мере, папоротники на наших клумбах похожи на это растение». Питер испуганно подскочил. «Что это за шум?» «Шум?» Колин повысила уровень чувствительности слухового аппарата и услышала треск веток. Кто-то шумно пробирался сквозь заросли. Смотревшись, Колин заметила синюю кепку Брэндона и рассмеялась. «Это наши мальчики». «А я подумал, что это медведь». Его лицо было серьезным, но глаза весело искрились. Брэндон остановился возле них. «За тобой гонится медведь?» «Даже два», – поддержал шутку Брэндон. «Одного зовут Герберт, а другого – Даглас. Мы поспорили, кто быстрее добежит до дома, поэтому я должен спешить». Он тут же исчез из виду, а через несколько минут, перепрыгивая через поваленные деревья, мимо пробежал Герберт, за ним Даглас. «Бегите, бегите!» – прокричал Питер и повернулся к Колин. «Я думаю, первым прибежит Герберт, потому что у него длинные ноги. А я думаю, что победит Брэндон, потому что он уже впереди. Он очень быстро бегает». «Пусть бегут», – засмеялся Питер. «Я не хочу спешить. Мне нравится в горах. Когда я вырасту, построю здесь дом». Остаток пути они шли молча. Это намного лучше, чем читать книгу, думала Колин, шагая вслед за Питером. Руфь дала мне хороший совет. Лучше найти одного человека, нуждающегося в друге, чем находиться среди многих людей, с которыми все равно не можешь общаться. Господи, помоги мне стараться что-то делать, вместо того, чтобы жалеть себя. Господь добрый. Колин стояла на коленях возле окна и наблюдала за наступлением сумерек. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Дорис, опускаясь на колени рядом с ней. «Ничего», – ответила Колин. «Просто размышляю». «О чем?» – не унималась Дорис. «Я думаю о Бетти, которую видела сегодня на собрании. Не могу представить себя на ее месте. Она моя ровесница, но уже вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Ее руки и ноги постоянно дергаются». «Я видела», – грустно сказала Дорис. «И еще она хрипит и издает какие-то странные звуки. Я тоже не могу представить себя на ее месте». Ее мама говорила, что Бетти мыслит почти нормально, но тело отказывается ей повиноваться. Колин содрогнулась. Глядя на сгущающиеся сумерки, девочки погрузились в свои мысли. «Похоже, мой дефект – не самая большая беда», – думала Колин. «Я нормально выгляжу, кое-что слышу, никого не обременяю. А Бетти будет зависеть от других всю свою жизнь». «Слышишь, как пищат квакши?» – спросила Дорис. Колин прислушалась. «Ничего не слышу, кроме шума на кухне. Его я тоже слышу, но древесницы пищат на улице. А еще я слышу мычание коров и шум машин с трассы. Мне кажется, ночью лучше слышно». Колин рассеянно слушала свою сестру, чувствуя, как жалость к себе накрывает ее, словно тяжелая покрывала. «Почему ты хрипишь?» – вдруг спросила Дорис. Колин от неожиданности вздрогнула. «Что? Хриплю? В твоем горле что-то булькает и хрипит. Я и раньше слышала это. Но ты не переживай», – поспешно добавила Дорис. «Это почти не слышно». Теперь покрывала жалость к себе, стала душить ее. Дорис поднялась. «Пойду поиграю с Арнольдом, если он захочет». «Не может быть», – прошептала Колин, глядя в темноту. «Я издаю неприятные для людей звуки и никогда этого не слышу. Это намного хуже, чем не слышать, как пищат древесницы». Колин смахнула слезу. «Как несправедлива жизнь», – пробормотала она. «Я плохо слышу. Аруф вообще глухая. Бетти не может управлять своим телом. А мама Сюзи из-за артрита бывает прикована к постели». Колин вспомнила недавно услышанную проповедь. «Некоторые ситуации в этой жизни мы никогда не поймем», – говорил служитель. «Почему один человек погибает в аварии, а другой нет? Мы никогда этого не узнаем. Нам необходимо просто доверять Богу. У Него есть объяснение всего происходящего. Мы знаем, что Он добрый и любит нас». Она подняла глаза к небу, на котором уже мерцали редкие звезды, и прошептала. «Мы знаем, что Он добрый». «Бог предназначил мне быть именно такой», – подумала она. Об этом написано в книге «Исход». «Боже, помоги мне быть довольной и не роптать». Колин поднялась, размяла затекшие ноги и в темноте пробралась к лампе. Яркий свет ослепил ее, и она на мгновение зажмурилась. Возле лампы лежало письмо, которое она совсем недавно получила от Трофи. Колин присела на кровать и снова стала читать его. «Сегодня в школе девочки говорили, что слушали новую кассету с песнями. Я им так завидовала. Я никогда не слышала запись пения. Даже когда делаю самую большую громкость, почти ничего не слышу. Думаю, что мы никогда не избавимся от чувства жалости к себе. А может, тебе это уже удалось? Весь день я была сама не своя и не могла даже смеяться. Давно у меня уже не было такой подавленности. И все же я думаю, что это должно послужить мне на пользу. Ведь Бог посылает в нашу жизнь только то, что приносит нам благо. Вера в это помогла мне довериться Господу и поблагодарить Его за те благословения, которые я имею». Письмо выпало из рук Колин. Ничего не видящими глазами она смотрела в темное окно. «Руф тоже порой не может смеяться. Значит, и ей знакомы трудности и испытания. Она может понять меня и быть настоящей подругой». Колин подняла письмо. «Мы иногда забываем, что у людей с нормальным слухом бывают такие же проблемы, как и у нас. Недавно мы в школе играли в одну игру. Я слышала, как моя команда что-то кричала и подумала, что надо бежать быстрее. А на самом деле надо было остановиться. Если бы я лучше посмотрела, то все бы поняла. Но я как-то не додумалась до этого, и мне пришлось выйти из игры. Я чувствовала себя так глупо». На следующий день то же самое случилось с другой девочкой. Услышав крик, она побежала еще быстрее, и, как я, выбыла из игры. Она, конечно, смеялась вместе со всеми, но я знала, что она чувствует. Наверное, люди с нормальным слухом тоже не всегда все хорошо понимают. Я хочу научиться всегда полагаться на Божью благодать. Однажды я слышала в проповеди такую мысль, что Бог все делает вовремя, и силу перенести испытания Он дает только тогда, когда оно приходит. И глухие получают от Него силу, которая нужна им, чтобы побеждать отчаяние, иначе оно поглотит их. Мне очень понравилась эта мысль, и я хочу каждый день пользоваться Его помощью, Его благодатью, чтобы радовать Его и за все благодарить. Глубоко вздохнув, Колин аккуратно положила письмо в конверт. «Господь Иисус благ и ко мне», — подумала она. «Он подарил мне таких прекрасных людей, как папа, мама, тетя Ханна и Руф. Они помогают мне справляться с моим горем, учат охотно принимать Божью волю и каждый день жить полноценной жизнью. А на небе я буду слышать так же хорошо, как и все остальные. Чего же мне еще желать?» Субтитры создавал DimaTorzok